Зеленая планета – это удивительный интерактивный мир, в котором благодаря современным технологиям оживают все экспонаты. За один год работы музей принял уже более 18 тысяч посетителей. А вот учителя химии здесь впервые. Здесь, например, педагоги узнали, что на нашей планете всего лишь 20% плодородной почвы. Остальные 80% малоприводной почвы для земледелия. Это степи, скалы, горы, пустыни и так далее. То есть мы ничего там не вырастим, даже если очень захотим. А наше население планеты и животные растет и увеличивается. И всем мы хотим лучше, да и всех мы хотим оформить хорошими качественными продуктами. Чтобы вырастить те самые качественные продукты, без удобрений не обойтись. Именно их и производит компания «Фасагра». В этом году, например, в акционерном обществе «Апатит» выпустили долгожданную 100-миллионную тонну удобрений. К этой внушительной цифре череповецкие химики шли почти полвека. Сейчас поставки осуществляют в десятки стран мира. И к каждому клиенту нужен подход, говорят специалисты. Если заказчик у нас спросит удобрения с какой-либо добавкой, ссылком, сбором, технологии разрабатывают, и заказчик получает то, что желает. Таиланд у нас как-то приобретал удобрения с одушкой хвои. То есть им было приятно, чтобы оно просто пахло. Где добывают камень плодородия, как минералы превращают в гранулы и как удобрения влияют на окружающий нас мир. Все это учителя смогли узнать с помощью виртуальных лабораторий и интерактивных программ. А это не ситовидные трубки, это ситовидные трубки. Для чего они? То есть передвигаются? По ним органически. Что-то передвигаются. У нас эти классные. Здесь больше интерактива. Детям это очень интересно, познавательно развивает интерес к предмету. И мне кажется, это самое главное. И о работе Фосагра можно посмотреть. Действительно познавательно, очень все ярко, красочно. Так как детям нравится интерактивно. Витрины очень красивые. Большие возможности здесь есть. Посмотреть, внутрь заглянуть. А на втором этаже музея открылась выставка картин. Самоскворечные художники в различных техниках изобразили на холсте достопримечательности череповца и химического предприятия. Иван-чай у фосфорного комплекса. Трудовые будни и производственный пейзаж. Заметно, что акционерное общество «Апатит» вдохновило творцов на создание настоящих шедевров. А этот удивительный мир свои двери для посетителей откроет только завтра вечером. Данная экспозиция будет посвящена истории применения минеральных удобрений в Череповецком уезде Новгородской губернии. Также мы узнаем о развитии компании, становлении компании и о современном вкладе в развитие города. Здесь, например, можно будет увидеть орудия земледелия, провести химические опыты, а с помощью этих очков отправиться в виртуальное путешествие. Все секреты раскрывать не будем. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. После посещения интерактивного музея череповецкие учителя побывали и на производственной площадке компании. Татьяна Жданова, Егор Крюснин. Новости.